Уважаемые коллеги, ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время каждую субботу и воскресенье. 14.30 курс нутрициология. Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00 курс нефрология. Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30 курс врач и инфекция. Лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00 курс дентальная имплантация. Ведут Александр и Дмитрий Стаматовы. Мы провели более 500 вебинаров. По 40 врачебном специальности. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30 курс кардиологика. Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00 курс актуальные вопросы от риноларингологии. Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30 курс актуальные вопросы неонатологии. Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 компас детской психиатрии. Читает Иваченко Дмитрий Владимирович. Ассоциация Серано приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс актуальные вопросы рефлексотерапии и детская неврология. Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00 курс общая врачебная практика. Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс актуальные вопросы полиморбидной патологии. Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00 курс эндоурология и детская хирургия. Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс диалоги с профессором для врачей-педиатров. Ведущая Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edudefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! Что такое Серано? Серано – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей, конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами! Ваш Серано Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Для меня большая честь выступить перед вами и поделиться той информацией, которая сейчас есть по той проблеме, которую мы с вами сегодня будем обсуждать. И если у вас будут какие-то вопросы, возможно, в электронном формате, я всегда готова и открыта к дискуссии. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме. Она очень актуальна, она интересна, она затрагивает многие специальности. И вот сегодня мы обсудим ее с позицией и акушистой гинекологии, и с позицией эндокринологии. Сразу хочу оговориться, что когда мы говорим о витамине D, то, конечно же, ссылаться мы в основном можем на международные, на российские клинические протоколы, которые касаются классических эффектов витамина D. То есть минеральной плотности костной ткани, на которые, собственно, изначально витамин D мы знали, что он влияет. Что касается других положительных моментов витамин D на здоровье человека, будь то мальчики или девочки, мужчины или женщины, то, конечно, это только лишь данные не клинических протоколов, не клинических рекомендаций, а крупных метаанализов, различных популяционных исследований, на которые, конечно, мы с вами ориентируемся, наблюдая нашу пациентку, в том числе, вот репродуктивного возраста. Что касается витамина D, то здесь мы с вами понимаем, что витамин D действительно отражается на здоровье женщины, начиная от менархии до менопаузы. И сегодня мы вскользь коснемся вопросов первой ситуации у девочки. Витамин D в менопаузе – это вообще отдельная тема, крайне интересная, да, то есть сейчас мы обсуждаем, что витамин D может быть связан с ранней менопаузой, то, что, безусловно, витамин D может оказывать свое положительное влияние на купирование метаболического менопаузального синдрома, то есть это отдельная интереснейшая тема. Если мы говорим о репродуктивном протоколе в международных публикациях и в клинических протоколах российских, мы увидели с вами вот эти фразы, в частности, в клиническом протоколе 2014-2015 года по дефициту витамина у взрослых, да, на сайте, на рубрикаторе Минздрава мы увидели, что действительно витамин D участвует в регуляции репродукции как у мужчин, так и у женщин. Рецепторы к витамину D были обнаружены и в яичнике, и в молочной железе, и в эндометриях, и в маточных трубах, и в плаценте, и в гипоталамусе, и в гипофизе, но и сейчас очень актуально влияние витамина D на рецептивность эндометрия. Что такое рецептивность эндометрия? Это возможность принять плодное яйцо, это возможность удержать это плодное яйцо и сохранить беременность, так как синдром невыношения беременности в большинстве случаев, как правило, носит для нас неизвестный характер. И чего только мы не делаем с этим эндометрием, чтобы закрепилось это плодное яйцо и продолжилась, пролонгировалась эта беременность, пока немного нам с вами удается. Поэтому рецепторы к витамину D были обнаружены и в эндометрии, поэтому сейчас они так тщательно обсуждаются нашими коллегами-взиакушерами и гинекологами. Очень важно нам помнить, что не только в России мы озабочены витамином D, хотя дальше мы с вами будем обсуждать очень интересное, и это одно из последних, наверное, даже последнее пока исследование по оценке витамина D именно в российской популяции. Но не только в России мы озабочены этим вопросом. Мы видим множество клинических протоколов, которые занимаются диагностикой, учат специалистов по диагностике, по лечению, по профилактике, по реабилитации, вопросам, связанным с дефицитом или недостатком этого, по сути дела, стероидного гормона. Поэтому, конечно, вопрос крайне актуален. И вот перед нами исследование, которое включило тысячу участников. В два этапа оно проводилось. В теплое время года, в холодное время года закончилось зимой 2021 года. Пациентам не только брали уровень 25 в HD, оценивая дефицит, недостаток, оптимальное значение этого показателя, пациентов анкетировали, а также еще их и опрашивали по качеству жизни благодаря опроснику. И вот что мы получили. Взяли Владивосток, Екатеринбург, Западное Заполярье, Кызыл, Москву, Новосибирск, Норильск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тюмень. И посмотрели, какие же уровни витамина D в зависимости от места проживания, в том числе наших с вами россиян. И получилось, что, например, обратите внимание, Западное Заполярье, Москва и Санкт-Петербург, самые неблагоприятные цифры вместе с Кызылом. Но, по сути дела, дефицит и недостаток в большинстве регионов мы с вами наблюдаем. И вот первыми выводами, которые сделали авторы из первой волны исследования, о том, что дефицит или недостаточность витамина D в России составляет 84,3%, ну, как бы, да, большинственная цифра. То есть мы с вами, кем бы мы ни были по специальности, акушеры, гинекологи, эндокринологи, педиатры, врачи общей практики, неврологи и так далее, да, мы понимаем, что рано или поздно к нам все равно придет процент с дефицитом витамина D, и как бы нам с вами придется купировать это состояние. Нормальный уровень витамина D был выявлен только у 15,7%, да, то есть достаточно низкая цифра. И вот авторы делают, да, выводы о том, что распространенность дефицита и недостатка витамина D в России 84%, не выявлена, да, очень важный момент, очень важный пункт, не выявлена разница в статусе витамина D в популяции между северными и южными регионами, да, наиболее тяжелая ситуация регистрируется как на севере, так и на юге, да, Ростов-на-Дону, вроде бы солнышко, и там сейчас почти 18-20 градусов. Да, дефицит недостаточности витамина D более распространен у мужчин по сравнению с женщинами, да, 91% и 82%, но все равно достаточно высокий процент все равно в сумме, да. В группе наибольшего риска молодые люди до 30 лет. Вот это для нас с вами катастрофа, это катастрофа для нас, потому что мы готовимся к планированию временности с такими пациентами, и мы более-менее справились в нашем гинекологическом акушерском сообществе с приемом фалатов и йода, да, на этапе подготовки к беременности, и теперь мы понимаем, что акушер-гинеколог должен взять на себя и некую роль по компенсации дефицита и недостатка витамина D, потому что мы с вами будем сегодня, да, говорить о том, какое же влияние дефицита и недостатка витамина D на наступление беременности, на ее течение и на послеродовый период, да, то есть все вот эти вещи, конечно, для нас очень актуальны. И, безусловно, выявлена положительная связь между дефицитом витамина D и риском перелома в кости, да, а персональные случаи в случае в семье, да, по отягощению. И вот очень важный шестой пункт, что не выявлены статистически значимые разницы в группах в зависимости от роста веса и пациента тела, потребления медицинских ресурсов, потери массы тела, да, например, если это пациент был изначально с избытком или с оживлением, с особенностями питания, да, то есть кушает он эти кисломолочные, с кальцием не кушает, да, ну и, безусловно, вот важный момент по воздействию прямых солнечных лучей. Поэтому, конечно, мы понимаем, проживая в России, и вот это вот последнее исследование, срез, да, крупных регионов Российской Федерации нам еще раз показывает, что более 80% жителей в России мы выявляем недостаток и дефицитом витамина D. Конечно, в этом виноват и климат отчасти, и наше с вами питание, да, и вот тот самый уровень для поддержания нормального уровня 25% жителей в крови взрослых человек в 2000 международных единиц витамина D добыть нам с вами достаточно сложно. Найти этого лосося из естественного водоема, который кушает в естественной форме, ну, как бы, да, регулярно не получится. Конечно, кушать 4,5 килограмма сыра с 4 килограммами сметанами не сложится, потому что, ну, во-первых, может кто-то любить, не любить, во-вторых, могут быть определенные сопутствующие еще особенности по здоровью, да, соматический статус пациента, который, ну, не позволит нам съесть, есть с пациентом 4 килограмма сметаны, ну, и то же самое, да, 100 желтков, да, при том нас с вами, да, кардиологи за это с терапевтами вместе явно не похвалят вместе с пациентами, потому что мы можем изменить липидный состав крови нашего, да, наблюдаемого человека. Также не стоит забывать о том, что существуют определенные факторы риска по снижению уровня витамина D, это не только питание, да, первые два пункта, но это уменьшение пребывания на солнышке, ну, как минимум, мы с вами медицинские работники, уходим на работу, темно, возвращаемся домой, уже темно, да, то есть кто мы с вами, ну, мы группа риска по снижению витамина D, как минимум, ну, и многие наши пациенты, наверное, в том числе. Постоянное нахождение в помещении, более высокая широта проживания, недостаточное потребление магния, ну, и синдром, малиабсорбция и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, мы тоже некоторых с вами из них сегодня коснемся, вроде бы такие банальные вещи, но элементарно даже на выбор препарата по коррекции дефицита и недостатка витамина D это будет влиять. Очень важно у пациента спрашивать, да, как он кушает, что он кушает не только в отношении его сахара, холестерина и веса, но и, как оказалось, в отношении витамина D, потому что некоторые продукты питания влияют на всасывание витамина D, особенно это важно тогда, когда мы даем экзогенный витамин D и хотим потом через какое-то количество времени, да, через какое мы хотим повторить у пациента анализ крови на 25 у HD, посмотреть, а что же случилось, да, то есть получили ли мы оптимальное значение и выровнялись эти цифры. Так вот, есть у нас продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, которые ускоряют образование мицелл, а почему для нас вопрос мицеллирования витамина D важен? Потому что это жирорастворимый витамин, да, и мы с вами понимаем, что он должен пройти определенной степени превращения в организм человека, чтобы оказать положительные свойства, да, в том числе и минеральную плотность вкусной ткани. А есть продукты, которые, наоборот, замедляют процесс образования мицелла, если мы, например, дадим жирорастворимый раствор витамина D, то мы получим с вами без учета особенностей питания абсолютно те же практические значения, которые были у пациента до лечения. Поэтому, пожалуйста, коллеги, мы будем сегодня возвращаться с вами к вопросу биологически активных добавок, да, сразу скажу, мы будем с вами говорить резолюцию, выводы резолюции, которые дали медицинское эндокринологическое общество по вопросам использования безопасности и эффективности ВАДов и лекарств, да, то есть все эти вопросы, даже в компенсации дефицита и недостатка витамина D нас с вами тоже касаются. Одна из патологий, которая может быть у нашего пациента, может быть, это не обязательно женщина, да, хотя мы понимаем, что, например, внутри печеночный холестаз у беременных встречается 1 на 500 беременных. Мы понимаем, что все беременные у нас с вами в группе риск по дефициту желчных кислот, в силу того, да, что увеличивается срок беременности, да, немножко перераспределяется распределение органов брюшной полости у беременной, и рано или поздно этот холестаз может возникнуть, плюс может быть некая тенденция к дискинезии желчеводящих путей, в принципе, да, у нее в течение жизни она может усугублиться во время беременности, да и в принципе, да, опять-таки, если говорить о статистике, то чем крупнее город, да, тем чаще встречается дискинезия желчеводящих путей, аномалии строения желчного пузыря. Сейчас наблюдаем, что жители городов в полтора-два раза была высокая заболеваемость желчеводящих путей в принципе. Так вот, если есть дефицит желчных кислот, не будет всасываться витамин D, если мы с вами его дадим уже в невмицелированном растворе, потому что желчные кислоты не дадут всасываться витамину D. И здесь мы получим с вами, что выбрав прекрасный, например, препарат, он не будет давать должного эффекта. Поэтому, коллеги, вот те вещи, которые мы обсуждаем с вами, вроде бы настолько примитивные и настолько, вроде бы, понятные, да, они в итоге периодически нами с вами забываются. Поэтому водные растворы, уже мицелированные растворы витамина D, конечно, обходят все вот эти нюансы по выбору питания, по дефициту желчных кислот и патологии желчного пузыря. Да, то есть все вот эти вещи мы с вами, именно клиницисты, врачи на приеме, должны будем решить максимально, да, увеличить всасывость в том числе и экзогенного витамина D, если уж мы его даем пациенту. Есть еще определенные группы риска по дефициту и недостатку витамина D. Это пациенты с ожирением избыточной массы тела. Это наши с вами прекрасные беременные и кормящие женщины. То есть они в заведомо, да, заложенном у нас с вами снижении уровня 25 HD. Что мы с вами с позиции гинекологии впервые прочитали в клинических рекомендациях 2019 года, когда они были обнародованы на платформе Российской ассоциации дефицинологов в 2019 году? О том, что витамин D крайне важен во время беременности. Во-первых, с четвертой недели гистации, с формирования плаценты, витамин D начинает попадать в кровоток плода. Поэтому, конечно же, правильное, корректное введение прегравидарного периода для нас становится и здесь крайне актуальна. И после родов этот витамин D в крови матери быстро и значимо снижается. То есть мы не должны забыть про нашу уже будущую молодую маму, да, и, соответственно, датировать, да, дотации витамина D, экзогетно тоже с ней заниматься. По сути дела, витамин D в крови плода составляет почти 90% от уровень в крови матери. Вот здесь очень важный момент, да, когда коллеги-акушетные экологи, особенно вам, эндокринологам, задают вопрос. Ну как же нам быть? Ну вот выявили мы выраженный дефицит витамина D во время беременности. Да, вот что же нам делать, что же нам делать? Хочется задать встречный вопрос, где вы были на этапе предкровидарной подготовки. Они вам ответят, да. Она не пришла вовремя, да, она пришла к нам уже беременная. Где она была, мы не знаем на этапе подготовки беременности. Поэтому здесь, конечно, такая пропаганда и в социальных сетях, и нас с вами, медицинских работников, в том, что нужно заниматься компенсацией этого жизненно важного микроэлемента, ну уже, наверное, да, там, в далеко-далеко юном возрасте, да, и уже чтобы подготовки к беременности мы приходили с какими-то более-менее оптимальными значениями. Дальше, что мы с вами увидели в клинорекомендациях 2019 года, о том, что витамин D в плаценте регулирует секрецию плацентарных гормонов. Это и прогестероны, и эстрогены. И очень важный момент, что витамин D предотвращает индукцию противоспалительных цитокинов, которые участвуют в гимнезе при эклампсии преждевременных родов, да, то есть помимо синдрома невынашивания беременности, синдрома потери беременности, акушеры-гинекологи сейчас вплотную занимаются уже десятки лет, да, предотвращением возможными факторами риска и предикторами, да, компенсацией тех состояний, которые могут привести к таким грозным осложнениям, как при эклампсии и эклампсии. Какие же нормы витамина D официально звучат в российском клиническом протоколе по дефициту витамина D у взрослых? Адекватными уровнями витамина D считаются более либо равны 30 нанограмм на миллилитр или более равны 75 нанограмм на миллилитр. Для чего нам такие значения нужны элементарно? Для того, чтобы оптимально подавлять уровень паратериодного гормона и потерю костной плотности, костной ткани и снижать переломы минимум на 20%. Вот эти все разговоры, по сути дела, много витамина D не бывает, чем больше, тем лучше, больше 100, больше 150. Сейчас, конечно, звучат только в социальных сетях, там, где обсуждается большое количество биологических активных добавок, в том числе международное сообщество, прикладываю вам выдержку, оно, по сути дела, придерживается тех же цифр, которые были анонсированы российским обществом эндопринологов по витамину D, и здесь значения абсолютно такие же. Что касается витамина D, почему он для нас с вами сейчас так актуален, и много от того из международных специальностей, не только эндокринологических, гинекологических, а и других специальностей, мы слышим о положительном влиянии витамина D на взрослое население, в основном. Мы понимаем, что да, нормальный, оптимальный уровень витамина D от 40 нанограмм на миллилитр, по данным литературы звучит как момент по снижению преждевременной смертности вне скелетных заболеваний, включая и нарушение психологического статуса, в том числе и депрессию, снижение риска развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, заболевания респираторного тракта, звучат даже работы в отношении бронхиальной астмы и бронхоэктотической болезни. Ну и, конечно, нас с вами с позицией и репродуктивного возраста, конечно, волнуют те пока еще немногочисленные работы, которые говорят о том, что тех, у кого уровень витамина D более 30-40 нанограмм на миллилитр, меньше имеют риск онкозаболеваний гинекологических, то есть рака яичников и рака молочной железы, но про это мы тоже скажем. Международная позиция, включая и позицию Российской ассоциации эндокринологов, говорит о том, что рекомендованный уровень 25 в АЖД, витамина D при беременности более 30 нанограмм на миллилитр, потому что мы понимаем, что от здоровья мамочки, от ее компенсированного состояния зависит то, что будет сыпляться в крови у ребенка. Очень важные моменты, которые поднимают сейчас детские гинекологи и педиатры. Влияние эстрогенов на витамин D и, в свою очередь, влияние витамин D на эстрогена. Мы знаем с вами прекрасно, что эстрогены взаимодействуют с витамином D. Витамин D, в свою очередь, участвует в регуляции синтеза эстрогена через эстроген, связывающий белки печени. Генотипы эстрогена и рецепторы к витамину D взаимодействуют и влияют на возраст генархи. Поэтому мы сейчас с вами очень-очень часто видим рекомендации детских гинекологов и эндокринологов, что они назначают витамин D девочек с отсрочкой минархи, либо с нерегулярными менструальными циклами. В подтверждение стоит вспомнить нам о негенетических детерминатах начала минархи. Напомню, минархи – это первая менструация у девочки. Это тот же самый индекс массы тела, это та же самая широта проживания девочки и особенности питания. Поэтому сейчас мы видим в литературе о том, что многие факторы риска снижения витамина D сопоставимы с факторами риска неправильного минархи. Поэтому сейчас даже в некоторых витаминокомплексах или препаратах витаминоминеральных, включая растительные какие-то добавки, мы очень часто видим дотацию витамина D для регуляции менструального цикла, для постановления менструального цикла. Наибольшее количество работ, конечно же, сейчас посвящено диспенореям. Там, где витамин D очень уверенно и достаточно активно изучался, что такое диспенорея. То есть это выраженный болевой синдром во время первых полноценных дней менструации. В принципе, это та проблема, с которой часто приходят пациентки на прием к кушер-гинекологу где-то около половины всех женщин репродуктивного возраста. Это может сопровождаться нарушениями цикла, а может быть и при регулярном менструальном цикле, требует, конечно, от женщин большого количества, ну, как большого, достаточного количества потреблений нестероидных противовоспалительных. У кого-то это доходит до полуобморочных состояния вызова скорой медицинской помощи, особенно у совсем юных девочек. Но, тем не менее, проблема актуальна, потому что порой мы не знаем, кто в этом виноват, и вот эти разговоры, что родишь или забеременеешься, все у тебя пройдет, не проходят. То есть есть пациентки, которые избавляются от этой проблемы после беременности родов, но большинство из них, к сожалению, остается. И вот здесь было показано, что потенциальный терапевтический эффект дотации витамина D, у кого он низкий, у нас с вами был зафиксирован в чем? В уменьшении болевого синдрома, и, естественно, тем самым уменьшалось количество потреблений обезболивающих средств. И было показано, что нормальные уровни витамина D, то есть более 30 нанограммных литров, действительно были достоверно ассоциированы с более низким риском в развитиях и болезненных менструаций. Второе, по частоте встречаемости патологии, это, конечно, синдром поликистозных яичников. Синдром поликистозных яичников – это то состояние заболевания, которым очень активно занимаются не только акушер-гинекологи, но и эндокринологи, и продуктологи тоже прикладываются по руку. Но, тем не менее, наверное, мы не будем говорить о витамине D и поликистозе как в клинорекомендациях китайских. Наверняка кто-то из вас читал клинорекомендации клинпротокол в 2018 году китайский, где витамина D был назван одним из основных этапов лечения пациентки с поликистозом. В наших клинических рекомендациях таких слов нет. Напомню, что по этому заболеванию клинические рекомендации уже одобрены Минздравом. И висят они на рубрикаторе Минздрава и на сайте Российского общества акушеров-эндокринологов, и на Российском обществе эндокринологов. Поэтому, коллеги, кто еще не читал, пожалуйста, ознакомьтесь. Важные моменты не только для гинеколога, но и эндокринолога там отражены. Но, тем не менее, где витамин D у нас звучит в литературе сейчас? О том, что прием витамина D, у кого он был в низком значении, значимо снижает уровень антиблюзирового гормона. А почему нам с вами важен при поликистозе? Потому что его большое значение, высокое значение, это неблагоприятный фактор в отношении планирования беременности и стимуляции овуляции. То есть у таких пациентов с высоким уровнем АМГ достаточно неблагоприятный прогноз по ответу на стимуляцию овуляции. То есть риск гиперстимуляции у них достаточно высок. Также витамин D фигурирует в снижении уровня инсулино-инсулино-резистентности и также способствует снижению уровня общего холестерина, холестерина либо апартеинов низкой плотности в сравнении с плацебо. А чего вдруг у молодых пациентов репродуктивного возраста мы так озабочены вопросом холестерина либо апартеинов низкой плотности? Потому что, напомню нам с вами, коллеги, синдром поликистозных яичников, это то состояние, когда пациентка крайне метаполитически отягощена, как правило. Это не только проблема веса, сахара, инсулино-резистентности, но и проблема репродуктивного возраста и дислепидемии. И порой кардиологи не уверены давать статины или не давать такой пациентке, потому что цифры достаточно высокие, потому что эта пациентка в любой момент может начать планировать беременность. Поэтому суд со статинами тоже пока не договорились. А, по сути дела, недостаточный уровень витамина D имеют до 80% женщин с синдромом поликистозных яичников. И это мы берем с вами только лишь в продуктивный возраст. И наибольшее количество работ, конечно, если честно, посвящено именно вопросам положительного влияния дотации витамина D на уровень глюкозы натощак и назначения хомо-валов, то есть показателей индекса инсулино-резистентности и конденсаторной гиперинсулиномии. Наиболее красивое исследование я здесь на слайде представила. Давайте посмотрим. Разгонизированное плацетно-контролируемое исследование дотации витамина D пациенткам в течение 8 недель. Давали им 50 тысяч международных единиц в неделю. Что увидели? Достоверно уменьшился интервал между менструациями на 25%, уменьшилась степень гирсутизма, это избыточный рост волос на теле на 17%, улучшилось состояние кожи в отношении угревой болезни. Естественно, нормализовался уровень витамина D и уменьшился уровень триглицеридов. Это опять-таки к вопросу к нам о метаболической отягощенности пациентки с полетискозой. И вот очень интересные данные, связанные уже с COVID-19, 2020-2021 год. Работ таких не много, но тем не менее общество гинекологическое озабочено тем, что, согласно статистике, пока немногочислено, но тем не менее пациентка с поликистозом может быть более восприимчива к инфицированию COVID-19. Почему? Ну, потому что такая пациентка с большим весом, с большими цифрами, уровнями глюкозы, с выраженной инсулинорезистентностью, что усиливает стероидогенез у женщин с поликистозом. И вот это увеличение веса и ожирения приводит к усилению стероидогенеза и гиперандрогени. И то хроническое воспаление, в том числе, которое тоже может влиять на инфицированность COVID-19. Также было замечено, что дефицит витамина D и дисбактериоз в кишечнике, нарушение микробиотов в кишечнике тоже у пациентки с поликистозом могут быть одним из важных факторов по повышению риска развития даже более тяжелых форм COVID-19 у женщин с поликистозом. Конечно, это требует доработки, проведения больших исследований, но тем не менее. Вот так звучат наши пациентки с поликистозом вот в эту пандемию, которая сейчас нас всех настигла. Немногочисленные, но тем не менее. Интересны данные по витамину D и эндометриозу. Вы знаете, что эндометриоз, конечно, заболевание, которое касается не только женщин за 35, за 40, за 45, но и часто мы видим эндометриоз у девочек, которые еще даже не начинали свою половую жизнь, даже еще не реализовали свою репродуктивную функцию. Тем не менее, женщины с уровнями витамина D ниже 20 нанограмм на миллилитр имели в 2,7 раза более высокий риск эндометриоза, чем у женщин, у которых этот уровень выше 20 нанограмм на миллилитр. Интересные и неожиданные данные мы получили по стадии, но благодаря, вернее, или из-за того, что исследования немногочисленны, конечно, здесь может быть погрешность малой выборки. Наибольшее количество работ, конечно, посвящено дефициту и недостатку витамина D, нарушениям углеводного обмена, инсулинорезистентности, преддиабету, диабету в принципе. И было даже предложено считать профилактику дефицита витамина D параллельно еще и с профилактикой развития у человека сахарного диабета 2 типа через купирование, опять-таки, инсулинорезистентности, улучшения чувствительности инсулино-тканей у тех, у кого этот витамин D принимают. Что касается женщин и девушек молодого возраста, ну вот взяли в том числе репродуктивный возраст женщины уже с преддиабетом, уже с нарушением толерантности к глюкозе и дефицитом витамина D. Что увидели на фоне вводимого экзогена витамина D? Снижение гликемии натощак, снижение гликемии через 2 часа на фоне глюкозтолерантного теста, снижение гликированного гемоглобина и маленький положительный бонус, уменьшение кожи бесплатно. В отношении витамина D и беременности мы начали с вами уже разговор о том, что большинство международных сообществ и наш российский клинический протокол говорят о том, что для беременности это все-таки оптимальный уровень более 30 нанограмм на миллилитр. Здесь, коллеги, если же вы смотрите уровень 25 МHD, пожалуйста, смотрите уровень общего кальтика. Это больше касается, конечно, кушеров-гинекологов. Да, эндокринологи это прекрасно знают, потому что гиперкальциемия может иметь причину еще, как, например, гиперпаратириоз. Поэтому здесь, конечно, вам нужно это не пропустить. Да, и при необходимости купировать это состояние, желательно вне беременности женщин. Суточная доза витамина D, согласно международным публикациям, у беременных от 1000 до 2000 международных единиц, дозировка более 4000 международных единиц во время беременности дни считается безопасным. Это рекомендации международные. Дальше мы с вами посмотрим наш российский протокол, что там, как там звучат цифры в отношении компенсации. Но, тем не менее, опять-таки, все международные российские протокол подчеркивают, что вся коррекция должна быть, конечно, проведена на этапе подготовки в беременности, а не в беременности. Было замечено, что нормальный уровень витамина D в крови у нашей женщины молодого возраста способствует наступлению клинической беременности, увеличивает процент живорождения и увеличивает процент рождаемости во протоколах вспомогательных и репродуктивных технологий. Очень интересные данные крупного, наверное, самого крупного в этой области метаанализа, где были проанализированы более 28 тысяч беременных из семи стран. Россия туда, к сожалению, не попала, но, тем не менее, достаточно большое для нас исследование и крупный метаанализ, который показал, что дефицит витамина D связан с повышенным риском малого гистерационного возраста. А что такое малого гистерационный возраст для ребенка, для женщины? Если этот плод девочка, если этот ребенок девочка, то это дополнительный фактор риска в будущем хронической анавуляции и, возможно, развития синдрома колекистозных лечников. Если это, не важно, мальчик или девочка, то малый гистерационный возраст это более высокий риск развития сахарного диабета уже у этого малыша, метаболического синдрома у этого малыша и возможных метаболических отягощенностей уже в течение его жизни. Вот, как уже говорила, тяжелейшее осложнение для акушеров и для самой женщины, и для малыша – это преэкламсия-экламсия. И вот здесь для снижения риска была оценена в введении экзогена витамина D в сочетании с кальцием, в монотерапии витамина D, только лишь кальция, и показалось, что женщины, получающие ежедневно одно, второе или третье, имеют более высокий уровень витамина D и, самое главное, меньше риск преэкламсии в сравнении с женщинами, которые не принимали витамина D, то есть в сравнении с плацебо. И вот, опять-таки, в этой области крупнейший мета-анализ 2017 года, 28 тысяч женщин участвовало, 27 рандомизированных протоколов проанализировано, показало о том, что да, действительно, препараты кальция, витамин D в монорежиме, сочетание кальция с витамина D может снизить риски преэкламсии в сравнении с плацебо. Поэтому здесь, коллеги, вы видите, что, к сожалению, нет клинического протокола по не классическим эффектам витамина D, но достаточно крупные аналитические работы, популяционные исследования, которые проводились в этом направлении, помогают нам покрупиться, собирать вот эти положительные эффекты, не классические этого показателя, этих препаратов. В отношении генетационного сахарного диабета, что нам известно однозначно на данный момент? О том, что если уже у пациентки есть генетационный сахарный диабет, и у нее есть снижение витамина D, тут дотация не только увеличит уровень 25 у HD в крови, но и будет быстрее компенсировать ее по нарушениям углеводного обмена, а также будет положительно отражаться на степени риска и частоты развития гипербеллероногии у новорожденных, то есть желтушки у новорожденных. Причем потенциальная выгода, очевидно, независимо от дозы. Исследование 2020 года показало, что уровень 25 у HD меньше 14 нанограммный миллилитр был связан с риском развития генетационного сахарного диабета. Причем эти уровни были наиболее значимы, если это было в середине беременности. Тогда это очень значимо, достаточно значимо повышало уровень развития генетационного сахарного диабета. В 2021 году были опубликованы исследования, которые показали о том, что низкий уровень витамина D, особенно если это меньше либо равно 6 нанограммный миллилитр, то есть не так часто мы это видим, но тем не менее встречается, на ранних сроках беременности уже был связан действительно с повышенным риском генетационного сахарного диабета. Спасут ли малые дозы витамина D нашу пациентку от генетационного сахарного диабета, если, например, у нее есть уже на момент зачатия избыточный вес? К сожалению, нет. Это очень интересное исследование наблюдателя. С 2017 по 2015 год оно опубликовало. Были учены женщины, у кого беременность наступила на интоксимасе тела более либо равной 29 килограмм наверх в квадрате. Дали им 1600 международных единиц в сутки, и это не привело к значимому снижению риска генетационного сахарного диабета, то есть не предотвратило нарушение углеводного обмена. Единичные работы, но, тем не менее, они есть, не могу о них не сказать, о том, влияет ли уровень витамина D на оперативное родоразрешение, то есть на проведение операции кесарево-сечения. Влияет. Снижение частоты кесарево-сечения было непоследовательно связано с повышением уровня витамина D в аппарсификационных исследованиях. Поэтому здесь даже вроде бы в таких вещах витамин D у нас с вами фигурирует. Ну и помогают нам собирать информацию уже не гинекологи, не эндокринологи, а психиатры. Они заметили свою тенденцию о том, что уровень витамина D менее 20 нанограмм на миллилитр может быть связан с повышением риска после родовой депрессии в 2,67 раза. Ну, то есть достаточно высокие риски, чем уровень витамина D, если бы он был, например, более 20 нанограмм на миллилитр. Но не обнаружено никакой взаимосвязи, подчеркивают они между витамином D и депрессией во время беременности. Исследование 2021 года в отношении психологического здоровья женщины не акцентирует внимание на каких-то конкретных уровнях витамина D, он лишь подчеркивает, что уровень 25, уваждая в сыворотке крови значительно ниже тех женщин, у кого в послеродовом периоде развелось нарушение психологического статуса в виде депрессии в сравнении с теми женщинами, у кого этой депрессии не было. А закончили, как мы уже с вами начали, с этого разговора, кушерогинекологи с синдромом потери беременности, синдромом невынашивания беременности. И здесь они тоже касаются вопроса витамина D. Более 10 тысяч женщин беременных было включено в исследование. Не было никакой существенной связи между достатком витамина D и повышенным риском выкидыша на малом сроке. А вот если это дефицит, то есть менее 20 нанограмм на литр, достоверно связано с повышением риска выкидыша в первом триместре. И опять же у нас с вами здесь встает вопрос о необходимости корректного проведения предковидарной подготовки. Другой вопрос, что большинство из них нам с вами не приходят. Ни к вам, к эндокринологам, ни к нам, к акушерам-гинекологам, как бы мы их не заставляли, не пропагандировали в хорошем смысле этого слова, подготовку, необходимость подготовки беременности. В отношении онкозаболеваний. Что мы можем с вами сказать на данный момент по гинекологическим ракам? Дефицит витамина D в литературе сейчас мы видим, читаем, звучит как фактор риска злокачественных в образовании женской репродуктивной системы. Вот, в частности, наиболее, наверное, крупный анализ восьми ратомизированных клинических протоколов, включал анализ более восьми тысяч беременных, показал о том, что убедительной связи между дефицитом и опухолями женской репродуктивной системы не обнаружено. Но, тем не менее, по наблюдательным исследованиям, которые были проведены в рамках метаанализа, мы можем говорить о том, что дефицит витамина D может быть потенциальным риском злокачественного образования. Наиболее активно изучались раки яичников и рак молочной железы. Вот здесь по одному из исследований мы видим с вами, что у женщин с раком яичников в сравнении с контрольной популяцией в Соединенных Штатах Америки наблюдается в три раза чаще дефицит витамина D и в четыре раза чаще это было с учетом возраста и потребления кальция с пищей дефицит витамина D. В отношении молочной железы здесь данные интереснее. Достаточно оптимальный уровень витамина D способствует снижению риска рака молочной железы. Это тоже, опять-таки, одно из тех заболеваний, которое молодеет с каждым десятилетиям. И при уровне витамина D в цифровке крови более 60 нанограмм на миллилитр в сравнении с уровнями менее 20 нанограмм на миллилитр. То есть у нас с вами звучат все-таки цифры не более 100-150 нанограмм на миллилитр, а те оптимальные значения, которые прописаны в нашем клиническом протоколе, ну и, собственно, они очень схожи с международными клиническими рекомендациями. Что же нам делать с пациенткой репродуктивного возраста, у кого мы выявили с вами дефицит или недостаток витамина D? Согласно клиническим рекомендациям от 2019 года, рекомендуемым препаратом для лечения дефицита витамина D является коликальциферол. Есть другие метаполиты витамина D, но, как правило, акушеры-гинекологи их не трогают, не назначают, а просят помощи у вас у эндокринологов. Поэтому здесь, конечно, для акушеров-гинекологов и большинстве для эндокринологов препаратом выбора остается холикальциферол, который мы с вами знаем с 2014 года, наши предыдущие рекомендации. И при лечении дефицита холикальциферола витамина D предпочтение мы отдаем, почему ему? Потому что сравнительно больше эффективность в достижении и сохранении целевых значений в сыгрыотке крови. Если мы с вами говорим о беременных и кормящих и о профилактике, не о лечении, а о профилактике, то рекомендуется назначать не менее 800-1200 международных единиц в сутки витамина D таким женщинам. Если у них есть группа риска, темная кожа, избыточная масса тела, уже развысокистационный сахарный диабет, низкое пребывание на солнце, сопутствующие пержелудочные и кишечные заболевания, то тогда рекомендуется оценка, во-первых, уровнях витамина D и по возможностям и значения согласно тем значениям, которые мы получим при обследовании. При выявлении дефицита витамина D необходима его докладная коррекция, что логично, препаратом холикальциферола в дозе 1504 тысячи международных единиц. В первые в клинических рекомендациях мы видим приписку о том, что на сроках беременности более 12 недель возможно применение препарата с более высокими интервитирующими дозами. Но напомню вам, что международные сообщества все-таки акцентируют наше внимание, что для беременных наиболее безопасны дозы не более 4000 международных единиц. Основа всего это предгравидарный период. Для поддержания нормального оптимального уровня витамина D более 30 нанограмм в мл может потребоваться не менее 1500-2000 международных единиц в сутки. По сути дела, это длительная терапия и прерываться мы будем возможно на какие-то солнечные месяцы. Но здесь с другой стороны, даже если они солнечные, мы куда-то поедем с вами на морюшко, то использование там средств с СПФ-защитой явно ставит под сомнение о необходимости отмены. То есть по сути дела это такой постоянный прием этого жизненно необходимого нам с вами микроэлемента. Если же мы выявили, например, с вами, если разговор идет о пациентке репродуктивного возраста, не беременный, дефицит или недостаток витамина Д. Что нам делать? Как проводить дотацию? Как проводить экзогенное введение витамина Д? То здесь сразу скажу, что в сравнении с 2014 годом протокол 2019 года никак не изменился. Обратите внимание, дефицит витамина Д 100 капель в неделю, либо 50 капель два раза в неделю жидкой формы витамина Д АКВД-3. Мы дальше расскажем, почему мы отдаем предпочтение именно водному раствору витамина Д. Если это, например, недостаток витамина Д, то есть циферки 20-29 нанограмм на миллилитр, тогда у нас 100 капель опять-таки в неделю или 50 капель два раза в неделю в течение четырех недель. Если это дефицит, то дозировку мы с вами продолжаем принимать в течение двух месяцев восьми недель. Мы уже с вами оговорились, что витамин Д это жирорастворимый витамин, и процесс образования мицелл для него крайне необходим и важен для того, чтобы он работал не только с космоплотностью наших костей, но и давал нам вот те самые неклассические эффекты, которые мы с вами сейчас поговорили. Поэтому здесь важно, чтобы мы с вами давали пациенту тот препарат, который нес, во-первых, свою эффективность и был безопасен для человека. и вот этот водный раствор витамина Д, ведя к воде трима, уже мицеллирован, то есть уже сделан тот процесс адаптации для всасывания, который, по сути дела, делает уже половину успеха нашего с вами лечения по экзогенному ведению витамина Д. Если у нас уже раствор мицеллированный, то нам не надо учитывать порой наличие холестаза, стетогепатита, панкреатита, муковица, доза у пациента, пожилого возраста, особенности диеты либо приема тех или иных препаратов, которые все равно вводят нашего пациента в группу риска по невсасыванию и неусваиванию витамина Д. Потому что если мы даем с вами жирорастворимый раствор витамина Д, например, то вот это все, что сейчас указано на слайде, мы с вами должны будем учесть. Хватит нам на это с вами времени, хватит нам на это памяти. Конечно, это вопрос дискутабельный должно хватить, но если уже есть удобный для пациента прием препарата, то почему нам с вами нужно выдумывать что-то другое. И вот здесь очень наглядное отличие между масляным раствором витамина Д и водным раствором аквадетрима. Да, мицелированный раствор, для водного раствора не нужен процесс образования мицел в кишечнике, он уже сделан, нет влияния на абсорбцию витамина Д, наличие патологии желудочно-кишечного тракта, ну и состав сопутствующей пищи абсолютно не важен. Поэтому, конечно, комфорт нашего пациента, удобство приема того или иного препарата для нас с вами это тоже важно, потому что если ему будет неудобно, если ему, чтобы выпить лекарство, надо что-то съесть, например, что он плохо переносит, или он это просто не любит, он будет принимать препарат нерегулярно, ну и мы не получим с вами той конечной точки, на которую мы рассчитываем. Какие еще подводные течения нас с вами могут поджидать в рамках лечения дефицита и недостатка витамина Д. У пациентки, например, нашей прекрасной репродуктивного возраста есть ожирение, есть избыточная масса тела. И мы понимаем, что ей поликальциферола нужно в 2-3 раза выше, чем пациенту без ожирения. Вот здесь клинические рекомендации нам с вами в помощь о том, что при заболевании в состоянии, сопровождающихся нарушением всасывания витамина Д, рекомендуется опять-таки прием витамина Д в 2-3 раза больше суточной потребности взрослых групп. А что для нас с вами эти заболевания и факторы риска всасывания и нарушения метаболизма? Это ожирение, про которое мы с вами говорим, потому что что такое жировое депо? Жировое депо это, по сути дела, депо для данного жирорастворимого витамина. И если мы не будем это учитывать, то, к сожалению, степень повышения уровня 25 ОЖД будет достаточно низкой для данного пациента. И вот здесь нам с вами в помощь на этапе, конечно, предгравидарной подготовки. Например, такая пациентка пришла к нам с вопросом о весе, либо пришла к нам с вопросом, да, хочу проверить, все ли у меня хорошо в плане планирования беременности. Мы понимаем, что если у нее нет заболеваний желудочно-пищечного тракта, у нее снижен витамин Д, либо это дефицит, либо недостаток, то мы можем, конечно же, давать ей водный раствор витамина Д в виде оклада 3, либо дать ей таблетку. Но это будет небиологически активная добавка, это будет капсула лекарственного препарата в виде форта Детрима, который удобен для антидрации. Таблетки в капсуле может быть 4 тысячи международных единиц и 10 тысяч международных единиц. Если же это пациент с патологией желудочно-пищечного тракта, либо это женщина репродуктивного возраста, которая пришла к нам с вами после бариоактрического хирургического вмешательства, то тогда в такой ситуации, конечно, предпочтение мы отдаем водному раствору витамина ДВД АКВД Детрима, что, конечно, более безопасно с учетом ее соматического, например, статуса. Если эта пациентка без избытка веса, например, она на этапе подготовки беременности, у нее дефицит или недостаток, то, конечно, лечение от нас требует насыщающими дозами. Здесь может быть также назначен форта Детрим, что будет для нее удобно, что для нее безопасно, потому что это лекарственная форма. Если же эта пациентка уже на этапе малого срока беременности либо она беременна, то тогда, если речь идет о профилактике, то это 800 тысяч международных единиц, поддерживающие согласно клиническим рекомендациям, то есть это одна-две капельки длительные. Если же у нее низкие значения витамина Д, то мы можем доводить количество капель в соотношении до 4000 международных единиц в день. Без медицинского наблюдения и контроля в сыворотке крови 25 у HD не рекомендуется назначение до с витамина Д более 10 тысяч международных единиц на длительный период. И в клинической рекомендации длительный период определен как более 6 месяцев. Коллеги, у нас сейчас пациенты бесконтрольно порой принимают витамин Д, они даже путаются между 1000 и 10 тысяч в одной капсуле, поэтому, пожалуйста, спрашивайте их, просите их сфотографировать свои банки, тюбики и так далее, чтобы четко понимать, нет ли у них назначения препарата в рамках полипрогмазии. Никакой полипрогмазии у нас здесь быть не может. И вот мы начинаем с вами разговор о том, почему я так дотошно подчеркивала, что портодододим это лекарственная форма, это не биологически активная добавка, потому что я хочу показать вам на примере контрольной закупки одной американской лаборатории, которой никто за это денежку не платил, которая сделала это абсолютно бесплатно для всех, это было независимое исследование, они пытались проанализировать то, что заявлено на банке и то, что конкретно в капсуле соответствует ли друг другу, нет ли где-то большего или меньшего значения. И вот эта независимая американская организация закупила 19 самых подаваемых биологически активных добавок с витамином D в Соединенных Штатах Америки. И они посмотрели, сколько заявлено на баночке и сколько заявлено она в итоге оказалась в самой капсуле. Параллельно они еще закупили биологически активные добавки, содержащие кальций. И вот начнем с них. Было 30 самых продаваемых БАДов с кальцием. Ни один из этих БАДов не получил сертификата соответствия. То есть на банке заявлено одно, в капсуле либо больше, либо меньше, но не явно тому, что заявлено. По витамину D вообще получилась катастрофа. Посмотрите, ведь мы же говорим о пациентке репродуктивного возраста сейчас, мы говорим о пациентке, которая в любой момент может стать беременной, или она уже беременная и принимает БАДы. В среднем по 19 продуктам отклонение по содержанию витамина D было на 22% больше, чем заявлено. У 6 из 19 продуктов было на 40% больше, доявлено коллеги. О какой безопасности тогда в принципе может идти речь? Ведь мы же сейчас говорить вынуждены не только об эффекте, но и, собственно, самое главное, о безопасности для здоровья нашего пациента. И вот, как уже я сказала, я приведу данные и выводы, которые были сделаны нашим российским сообществом в отношении биологически активных добавок, которые содержат витамин D. Участвовал Союз педиатров России, участвовала Российская ассоциация эндокринологов под председательством Галины Афанасьевны Мельниченко, академика Российской академии наук и Российской ассоциации по остеопородам. Это лето 2021 года, коллеги. Это официальная резолюция, которую мы с вами не можем не игнорировать и не можем не донести до наших пациентов. В отличие от лекарственных средств, препаратов коликальциферола, которые предназначены для лечения и профилактики, биологически активной добавки с витамином D предназначены только лишь для нормализации состава пищевого рациона. Система контроля и обеспечения качества БАДов не может обеспечить эффективность и безопасность в лечебных и поддерживающих дозах. А дальше, уже с юридической точки зрения, ведь мы с вами должны работать все в юридическом поле, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, БАДы могут применяться в дозах не превышающих 600 международных единиц в сутки. Теперь вспомним с вами клинические протоколы 2019 года для беременных, для профилактики от 800, а это 600, недостаточно для лечения и поддерживающей терапии дефицита и недостатка витамина D. Ну и самое главное, коллеги, закон Российской Федерации в области здравоохранения 323 об охране здоровья граждан не допускает использования БАДов для оказания медицинской помощи. Соответственно, никакие рекомендации наши с вами содержащие биологически активные добавки в отношении витамина D, а позиция этой резолюции, этого совета экспертов, достаточно четко обозначил наше с вами поведение и эндокринологическое, и гинекологическое в отношении того, как мы назначаем препараты по купированию или по профилактике витамина D, достаточно жесткая. Поэтому, коллеги, я призываю вас быть в рамках юридического поля и приглашаю вас на этот раз стать читателями старейшего журнала по эндокринным заболеваниям, проблемам эндокринологии. Кто еще не читатель, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в нашу эндокринологическую семью. Те, кто хочет, например, опубликовать и стать авторами научных обзоров либо клинических исследований, либо интересных клинических случаев, коллеги, мы призываем вас, пожалуйста, приглашаем вас стать авторами в публикации нашего журнала. Главным редактором является президент нашего центра Дедов Иван Иванович Академик РАН, заместителем главного редактора Калина Афанасьевна Мельниченко Академик Российской Академии Наук. Журнал входит в систему ВАГ, входит в систему Скобус, входит в систему ПАБМЕД, поэтому это достаточно для нас информативный в открытом доступе журнал в помощь нам с вами по коррекции, по наблюдению за различными эндокринопатиями наших с вами пациентов. А я благодарю вас за внимание, коллеги, и буду рада ответить на ваши вопросы, если они у вас возникнут. Спасибо. Как витамин Д усваивается в организме человека? Витамин Д жировая молекула, поэтому он нерастворим в воде. Для того, чтобы он всосался в тонкой кишке, он должен быть переведен в водорастворимую форму. Для этого нужны желчные кислоты, которые помогают равномерно распределить масло в воде. Также для расщепления жиров нужна липаза поджелудочной железы. Она режет длинные цепочки жиров на более короткие, которые участвуют в образовании мицелл. В тонкой кишке процесс мицеллирования завершается и образуются мицеллы. Недостаток желчных кислот в пищеварительном тракте усложняет процесс мицеллообразования и может резко снижать усвоение масляного раствора витамина D. Аквадатрим единственный в России водный раствор витамина D, который производится в Европе. Водный раствор витамина D хорошо всасывается благодаря тому, что поступает в организм, уже готовый для усвоения мицеллированной формы. Аквадатрим выпускается и в виде таблеток, которые можно растворить в воде или непосредственно во рту. При растворении таблетки также образуется водный раствор витамина D. Аквадатрим витамин D номер один Аквадатрим 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 Продолжение следует...